В Мичуринске нет филармонии, зато теперь, не покидая пределов города, каждый житель сможет бесплатно ее посетить. Новую технику презентовали без красной ленты и прочие пафосные атрибутики. Грандиозную покупку удалось осуществить на средство гранта, который составил 5 миллионов 600 тысяч рублей. Так в действии себя показывает национальный проект «Культура». Приехала специальная фирма из Екатеринбурга, которая поставила нам специальное оборудование, техническое и технологическое оборудование для трансляции и видеопроекции данного виртуального зала. Все было завершено уже 26 сентября, но в силу того, что театр был на гастролях, мы открываемся как по приезде, только сегодня. А между тем, пока зритель наслаждается действием на экране, незримая армия технического отдела следит за тем, чтобы все шло по плану. Пока затихает виолончель, Сергей Гончаров колдует над звуком. Стало немножко посложнее, но все это время мы все освоим, привыкнем. Стало гораздо комфортнее и лучше работать. Улучшился звук на порядок, он стал более современным и качественным. Не только смотреть, но и делиться своим творчеством технической группы театра с помощью камер, оставленных по периметру зала, приобрела дополнительные возможности. С этими камерами, с этим сервером воспроизводить наши спектакли, то есть снимать их в реальном времени, отправлять на любой сервер, как государственный сайт-сервер, либо любые площадки YouTube, ВКонтакте. И если такие отзывы дают профессионалы, то что уж говорить о простой публике. Классическая музыка, она должна быть такой, чтобы дойти до души, до самого сокровенного, до самого сердца. Мне очень понравилось. Особенно мне понравилось, в первом ряду сидят два таких парня, музыканты. Они, вы знаете, с таким вдохновением, с такой отдачей, они вот играют на этих инструментах. Они понимают, что их тоже снимают, один там улыбается такой молодой. Ну так, это классно, это просто супер, я в восторге. Хотя увидеть концерт в записи, конечно, не так интересно. Куда серьезнее увидеть артистов живьем. Администрация театра заявляет, что такая возможность у зрителей тоже будет. Прямые трансляции опробуют совсем скоро. Новые технологии открыли Мичуринцам занавес в мир классической музыки. Теперь жители города два раза в месяц смогут услышать композиции из репертуара Московской консерватории, а также концерты, которые звучат в зале имени Чайковского. Федеральные партнеры будут на месяц вперед выдавать расписание своего репертуара. У виртуальных кинозалов есть право выбора. Мичуринцы уже запланировали на ноябрь, что обязательно посмотрят выступление ансамбля народного танца имени Моисеева.